всем привет вы на моем канале о вязании сегодня хочу начать снимать виза влог сегодня у нас воскресенье 23 мая мы снова на больничном с младшим сыном дети в группу прибывают пока все бациллы перемешаются вот приходится приходится болеть конечно желания нет но не попрешь против да так хочу показать вам наверное вчерашнее продвижение свое которое я безумно довольна ну и попробовать рассказать что я хочу за больничные закончить я думаю что еще два-три дня мы точно будем дома да то есть понедельник вторник возможно еще среда будем дома долечивать наш нашу простуду и я буду стараться вязать несмотря на это потому что обычно я в больничный очень сильно грущу у меня начинается какая-то жуткая депрессия я глубоко переживаю все эти болезни детские хотя нужно как-то себе в себе эту привычку искренить потому что по факту если подумать он хорошо явно не влияет то есть лучше от этого не становится никому так давайте начнем с продвижения моего вчерашнего я позавчера нет давайте мы начнем с позавчерашнего раз уж надо пошло значит я готовилась к съемке мастер-класса до того как мы заболели мастер-класса по вязанию джемпера спицами из alize cotton gold плюс и мне нужно было довязать две детали перед и спинку до момента когда нужно вывязывать скосы плечи углубления горловины и не успела я позвонили сада сказали что ребенка температура поэтому мастер-класса временно точнее их съемку я временно отложила но нужно было сделать это продвижение до чтобы вот когда мы выздоровеем я смогла сразу же в первый день сесть за съемку так это уже какой-то тут пятно непонятно ладно будем ацетировать значит я довязала и спинку и перед до момента когда нужно увязывать дальше уже вот эти всякие укороченные ряды и не только до закрывать петли я хочу вам сказать что я очень довольна передом что на мой взгляд он получается именно такой каким он должен быть то есть максимально похож на оригинал я вижу вижу по картинке из интернета не пользуюсь никакими схемами потому что лично для меня в этом нет необходимости мне достаточно большой опыт вязания достаточно для того чтобы сесть и схему нарисовать самой в принципе к любому узору есть конечно узоры сложные которые нужно прямо сидеть и провязывать но вот допустим этот центральный ромб я тоже провязывала хотя и схемы нарисовала ну скажем так со второго раза в первый раз я рисовала с максом и это было еще на старом компьютере а сейчас вот прошло больше месяца по моему должно два месяца прошло и я села и буквально с первого раза нарисовала взяла спицы руки провязала этот момент и мне кажется что вот прям как надо получилось в общем я очень довольна и жду не должность когда мы выздоровеем чтобы закончить передом и спинкой выполнить швы и можно будет уже приступать к вязанию рукавов рукава буду вязать из пройму настолько было большое желание за эту неделю вот сегодня воскресенье до закончить полностью этот мастер-класс что я вчера утром даже думала о том что может быть мне переиграть и вязать рукава с низа к верху к пройме до чтобы была возможность еще один рукав связать пока мы здесь болеем но в общем я не стала этого делать решила оставить все как есть и есть чем заняться чем потерплю до пару дней вот так будет правильнее так и этот проект я отложила до того момента когда мы выздоровеем когда мы пойдем сад и я смогу закончить мастер-класс и поскольку было время свободное немножко в тихий час утром пока все спали я естественно без вязание не сидела я решила продвигать тот проект в котором я ничего не готовлю не снимаю и это у меня джемперы знаку колико в желтом свете я вчера взяла второй моток перемотала его и к своему большому удивлению я его полностью связала то есть я конечно торопилась мне очень хотелось но не всегда это решающую роль играет да что я вот захотела и связала обстоятельства все таки не всегда способствует хорошим продвижением но вот как-то потихоньку помаленьку там по чуть-чуть общем удалось это джемпером для себя вижу честно скажу просто на бум где-то какие-то там картинки из интернета в голове сложились в кучку да и получился такой джемперок я естественно уверена в том что таких тысячи сейчас да но я не могу сказать что конкретно вдохновилась у такого-то такого-то автора то есть я где-то видела где-то видела там где-то видела и так в общем вижу как как в моей голове это перемешалось и сейчас у меня здесь дома . вывязано и осталось буквально шесть рядов до проем дальше буду разделять наперед и спинку и наверное начну со спинки ну там попроще лицевая гладь не знаю насчет того буду ли вывязывать скосы плеч хочется максимально полениться в этом изделии я помню вязала несколько лет назад может быть четыре года назад джемпер лабиринты снов из джинс плюс и мне кажется я там вообще ничего не вывязывала то есть реально две джемпер из прямоугольников у меня был перед и спинка прямоугольные абсолютно да то есть не горловины не скоса в плеч ничего и рукава тоже прямоугольные никаких окатов ничего не было там и вот сейчас я сижу что мне очень хочется этот опыт повторить для того чтобы просто максимально насытиться именно процессом и на самом деле не всегда это плохо сидит иногда даже это сидит лучше чем если очень сильно постараться короче я еще пока не решила буду подбираться к этому моменту тогда уже буду определяться сегодня у меня есть время поснимать я не знаю сколько времени у меня да потому что сейчас ребенок у бабушки и если температура не поднимется то все будет хорошо я поснимаю в течение всего дня но я все равно тороплюсь поэтому без понятия что буду взять дальше но я думаю что с джемпером однозначно срастется до забольничный поэтому моточек я пряжа еще приготовлю плюс я начала снимать успеть за час поэтому буду несколько проектов еще параллельно продвигать и буду наверное по ходу решать чем мне заниматься на вот будущей неделе я думаю что еще три дня мы будем дома как минимум да пока мы полностью выздоровеем может быть даже и больше придется посетить поэтому на следующую рабочую неделю я не планирую каких-то серьезных съемок да ну просто потому что нет возможности так что буду вязать как у меня будет получаться надеюсь что получаться будет и буду стараться подключаться ежедневно может быть вечернее время может быть будут сзади посторонние какие-то шумы да потому что я сейчас снимаю в зале здесь телевизор вечером ребенок смотрит мультики и в принципе под мультики единственная возможность поснимать да тогда он увлечен а так будет меня постоянно тянуть в игру вот поэтому посмотрим вот и все что я хотела сейчас рассказать есть желание сесть и вязать насладиться вязанием в тишине и покоя но я все-таки постараюсь подготовить несколько видео на будущую неделю чтобы вам не скучать поэтому я сейчас пойду посмотрю свои записи и тогда уже буду определяться связанием на сегодня так всем привет сегодня у нас четверг ну вот как обычно да не получается каждый день подключаться хотя в принципе вот последняя неделя ну мне кажется где-то так вязать у меня удается ну все практически денег каждый день я вязала почему не подключалась может быть потому что не хотелось дублировать информацию у меня выходило вчера видео серии успеть за час и получается я показывал там свои продвижения я продвинул опять проектов каждый по часу чем ссылочку на это видео оставлюсь захотите то посмотрите да то есть я там из восьми своих имеющихся на руках пять проектов каждый по часу продвигала но и вот мы слава богу выздоровели так и хочется сплюнуть через левое плечо три раза и получается что месяц подходит к концу хочется заиметь ну хотя бы еще для готовой работы поэтому у меня сейчас ну скажем так основной удар я решила сделать по тем работам которые максимально больше шансов имеют закончится концу месяца не знаю вообще ну мне кажется это правильно так я вообще до этого вязала и решила сейчас прерваться что я думаю что я вам сейчас покажу свое продвижение за последние получается два дня до кроме тех которая показывала в неделю неделю стартов а вы спеть за час и еще немножко повяжу и завтра тогда уже будет заключительная часть виза блога посмотрим общем то что мне сегодня еще удастся сделать так я почему разматываю я закончила внутреннюю часть вот сейчас сидела и вязала как раз таки и получается что мне осталось совсем немножко и есть надежда что все таки в этом месяце это станет наконец-то готовы работать и не знаю как так случилось до этого момента вот буквально до последних пяти минут я не ощущала не было такого впечатления что это джемпер кого-то тяжелый получается а вот сейчас то ли от того что он уже весь почти готов да то есть принципе здесь не хватает каких-нибудь там 30 грамм пряжи до конца и мне кажется он таким тяжелым я просто тоже не знаю что вам сказать на этот счет значит смотрите я закончила внутреннюю часть и прямо сейчас я буду это все дело наконец-то соединять наконец-то уйдут эти это вторая пара спиц и в принципе тут уже немного работы ну то есть вот сейчас я это соединил есть немножко внутри не треба по поводу того чтобы невозможно опять не понравится как это выглядит потому что это уже 3 или 4 даже вариант нижней обработки края этого джемпера ну надеюсь что все таки все будет хорошо было вообще желание вставить сюда ну это как как английская визе о господи ложная забыла слова обалдеть кто мне скажет как это называется я не буду в общем вы меня поняли да то есть я просто связала по отдельности каждую сторону да и сейчас я буду это соединять и вначале у меня была идея вставить сюда вовнутрь такую резиночку не для того чтобы она стягивала для того чтобы край будет такой достаточно плотно но вот сейчас когда я два слоя сложила понимаю что сюда еще иди из и резинку то это будет такое ощущение будет шляпа с полями поэтому я не стану этого делать в конце концов если уж очень нужно будет то можно вот здесь подобраться на вот эта ниточка распустить буквально две петли и я воткнусь если что мне кажется что не понадобится значит что мне осталось сделать мне осталось соединить два края провязать мне тут всего два ряда надо один ряд я провяжу соединив 2 уже буду выполнять для обработки и получается что с низом будет закончена останется довязать манжеты здесь работая вообще немного ну то есть я рассчитываю на то что я сегодня с этим справлюсь и подготовлю в общем отправлю уже в корзинку может быть даже еще раз постираю потому что не знаю как то вот хотела бы чтобы был поровнее немножечко у меня и все и наконец эта работа будет закончена это долговяз у меня ему уже год этому джемпера в процессе у меня очень долго знаете что я поняла я поняла одну вещь что для того чтобы выпасть в долговязы не обязательно быть проектом который тебе разнравился или перенравился в моем случае это конкретно зависит от моего внутреннего состояния вещь мне может даже очень нравится я буду очень хотеть ее носить но определенное скажем так обстоятельства в жизни в этот момент на протяжении этого времени они так как это сказать много ресурсов забирают да и времени и сил и настроения возможно в какой-то степени что иногда очень хочется закончить все проекты но ты начинаешь новый проект лицевой глади для того чтобы просто не думать не расчетах не об узорах не о каких-то сложных моментах тем более когда тебе нужно чем-то какими-то изюминками украсить до твоего изделия подумать над обработкой там не знаю на тем как сделать дырочки для пуговиц и вот у меня сейчас такое то есть я бы с удовольствием реально с удовольствием закончила бы все я обожаю все свои проекты даже тут скатерть у меня получается уже два года до практически но вот как то так и сейчас кстати в понедельник начнется совместно проект пора надеть 3 и думаю что у меня будут хорошие результаты в этом совместном проекте не единственное что нужно подумать над тем как я буду совмещать ведение этих этого проекта с основным ведением канала и вязания да потому что я буду однозначно в июне начинать новые проекты это сто процентов по плану по своему еду да есть мастер-классы которая должна закончить есть список то есть мне еще как минимум три точнее как минимум два и третий вот я уже для себя для мастер-класса для себя обозначила как обязательный проект в общем-то буду начинать и наверное совместник их вводить не буду потому что все-таки совместник он в большей степени рассчитан на то что это будут какие-то долговяза недовяза из прошлого можно по правилам вводить проект новые работы с новой пряжей но я не буду этого делать я буду продвижение по этим проектам показывать в виза-влога на чтобы не получилось что я об одном и том же говорю так ну что скрестили все пальчики и очень надеюсь что завтра когда я буду а уже последнюю часть этого виза-влога снимать я уже покажу вам готовую работу я тогда стирать его сегодня не буду чтобы завтра показать а может быть на манекене покажу посмотрим так и второе мое хорошее продвижение я от когда начинал этот проект я говорила о том что это не в приоритете я не буду торопиться но вот тот факт что я ничего по нему не готовлю он все-таки здорово влияет на то как он быстро вяжется смотрите да я начинала получается две недели назад даже еще две недели ну да ориентировочно две недели назад чуть больше несмотря на то что это не основной проект это что мы там болели все равно он потихонечку потихонечку хорошенечко движется так этому джемпер спряжа на куколиком и у меня готова спинка после проем я довязала необходимую высоту есть ощущение что здесь многовато но вообще по расчетам так закладывала я изначально больше чем при обычной посадки на то есть не хотелось чтобы это не только образовались было в плане ширины но именно по телу но и по рукавам единственная проблема которая сейчас у меня появилась это то что мне не хватит пряжи однозначно уже на полную длину рукава то есть это будет какая-то вот типа и семь восьмых три четверти не знаю что там получится буду остаток пряжи распределять на две части мне одновременно не хочется чтобы осталась лишняя пряжа да то есть вот такие кубки они потом просто место занимают я не знаю вообще приду ли я когда-нибудь к связыванию остатков пряжи наверно только если на пенсии на вот сейчас мне хочется именно обязательства пряжи которые у меня есть те проекты которые мне хочется короче я говорила о том что я хочу облениться в этом джемпере максимально но как вы видите у меня вывязано углубление по королевине по спинке у меня вывязаны скосы плеч единственное что это не очень сильно старалась да то есть петли слегка такие очень можно было аккуратнее я вязала и разговаривала с подругой по видеосвязи то есть мы вот болтали она вязала и я вязала вот все со спинкой покончено значит дальше следующий этап аперхендопряжу сразу подготовить можно достать тут три матка по переду мне нужно перед теперь связать и вот я снова на распутье что мне делать с передней частью как мне быть я про вырез да то есть я не знаю какую форму вырезом не делать изначально когда только начинала думала v-образную горловину потом когда сказала что хочу чтобы этот джемпер максимально просто для меня связался я подумал о том что я абсолютно не хочу обработку выполнять да вот вот такие клевку там петли поднимать потом закрывать это все подсчитывая чтобы это красиво здесь в уголочке легло мне совсем не хотелось вязать v-образную горловину вот сейчас просто типа разведя петли я так не в этом случае на пусть я нормально к этому отношусь когда нет никакой обработки просто закрыл петли убавками да и получился такой мысок тоже нормально отношусь но мне кажется что не в этом случае и вот я на распутье что мне делать мне надо как бы себе сделать расчеты чтобы я могу дальше вязать и я не знаю но когда я вот тут уже начала вывязывать закругление они закрыла по прямой как я изначально хотела я вот здесь уже мысленно еще не согласилась но мысленно пришла к тому что все-таки будет v-образная горловина с нормальной хорошей обработкой то есть с резиночкой да один на один как по низу изделия хочется наверное все таки чтобы изделие полностью устраивала визуально да ты или получаешь то что тебе хочется или ленишься в общем не договорилась я еще сама собой пока думаю что я все-таки себя пересилю и вывяжу v-образную горловину сделала обработку и все на это было тут у меня переживание за то что v-образная горловина получится слишком высокая за счет того что я довязала уже здесь добром по прямой да и я не люблю когда ну в каком-то неправильном месте знаете v-образная горловина для каждого типа фигуры для каждого человека она должна быть вот какой-то определенные глубины притом это может быть несколько вариантов поглубже пониже повыше и будет идти но бывает как-то вот неудачно и тогда грудь как-то некрасиво смотрится в общем в целом такой вид как будто бы вещи чужого плеча у меня такое было когда этом какие-то вещи пыталась себя покупать и почему не покупала только из-за того что не нравится высота горловины а здесь я подумал о том что ну как раз получается что если начну увязывать убавки плюс обработка где-то 4 сантиметра мы по крайней мере так я закладывала вот тут по ширине то по идее как бы нормально должно получиться и я не люблю вывязывать горловины никогда и никакие это неудобно но в этот раз я решила что я закончу когда вот теперь и там сошью плечевые швы я сначала сделаю горловину почему потому что во первых пряжа да то есть у меня осталось а вот этот клубочек маленький и еще два целых мотка докупать не хочу даже если очень сильно будет нужно я все равно отыграюсь на рукавах на то есть подгребусь с пряжи так чтобы под ноль но рукава будут неполной длины не буду покупать пряжу и для того чтобы вот потом не вы не угадывать да мне пальцем небо не пикать по поводу того сколько там расход на горловину то придется сначала сделать горловину а потом уже отделить оставшуюся пряжу на вязание рукавов вот так что такие вот у меня продвижение и новости кстати кто-то говорил по поводу того что там видела в комментариях такой такой вопрос из серии того что кому вы откровенно там врете зачем вы вяжете изделия которые вам изначально малы ну в общем вот этот джемпер и все вот эти крючком а cotton gold плюс бежевый они все по одинаковым меркам то есть обхват груди длина рукава длина изделия единственное что вот по глубине проймы я плюс минус варьирую и якобы вот здесь 55 сантиметров там написала женщина у него наверное какой-то виртуальный калькулятор в глазу встроен ну я не знаю просто для того чтобы вам следующий раз не казалось я не знаю видно нет 63 ширина 63 это 126 это даже больше чем я бы хотела вот так так что здорово конечно что вы заботитесь о моем будущем гардеробе но все-таки нужно понимать что даже если вы здесь было 55 было бы только потому что я так захотела бы поэтому в общем я считаю что это просто некорректно такие сообщения писать такие комментарии вы конечно можете писать да каждый делает так как считает нужным но я считаю что это некорректно я бы так не делала сто процентов все отправляюсь мне бы сейчас бы хотелось бы поработать с этим и вообще хочу все повязать немножечко 5 но я все-таки попробую сегодня полностью закончить джемпер из диву плюс вот этот вот так что все до следующего включения посмотрим или я поздно вечером подключусь когда детей уложил спать или рано утром вот чем будем смотреть по обстоятельствам сейчас коридор лунных затмений на детях это ух как чувствуется особенно на маленьких тут сам вроде как нехорошо себя чувствуешь но дети конечно вообще так знатно реагируют вот все до завтра всем привет сегодня у нас уже пятница знаете такие мысли в голове значит я во первых снимала на этой неделе успеть за час или у меня снова появилось желание некоторое видео реально закрепить за днями недели ну то и знаете бывает вспоминаются какие-то приятные времена и хочется иногда к ним вернуться это первое что хотел сказать даже не знаю зачем вам эта информация просто хотела сказать так и второе что хочу вам сказать что я закончила джемпер сама в шоке в шоке в первую очередь от того сколько времени мне понадобилось вчера я занималась им целый день вечером сколько у меня была возможность там по пять минут то есть каждую свободную минуту когда меня не брали в игру там с машинками и так далее тому подобное каждую свободную секунду я возвращалась к рабочему столу сразу же брала спицы и провязывала там сколько мне давали свободного времени и в итоге я закончила джемпер в пол девятого вечера при том что я целый день сидела с ним то есть я вчера ничего не снимала не на визуальный канал не на влоговый ничего не монтировала да я целый день провозила с этим джемпером окажется тут тут вязать то ё-моё фигня ж какая осталась но в общем то все готово единственное что я еще не стирала и не взвешивала вот я наверное сейчас отсниму правда там машинка сейчас в процессе ну короче постараюсь сегодня постирать уж очень мне хочется что вот это все дело разровнялась мне кажется что ну просто помятая да из-за того что я очень долго вязала потому что когда вот натягиваешь ну просто загляденье а не гладь так когда я вчера заканчивала низ я очень переживала что снова получится не то что я хотела вот этот брак мне еще нужно удалить смотрите это котик но я его подстригу этот кусочек и нормально то есть главное чтоб сама нить не разудрала а так я короче всем очень довольна всем 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 вот прямо облегчение морально мне кажется что я иногда некоторые проекты не могу довязать только потому что переживаю что они получатся не такими какими я их вижу в своей голове вот прямо есть у меня мысли на этот счет я все думаю почему как-то как будто бы раз ткани то потом вспомнила я же здесь на грудной вытачки вывязывали поэтому здесь вот так здесь грудь так значит с низом все чики-пуки мне очень нравится прямо так как я хотела прямо вот идеально очень мне нравится чешутся руки рукава тоже куча кончиков здесь я вот нить обрезала тогда когда закрывала рукава хотела постирать почему принципе это не проблема кажется очень узкими да ну по отношению к моей кисти но хорошо растягивается резинка точнее она вообще в принципе не держится да и получается что ровно по руке сидит ну как я и хотела чтобы рукав получится чуть длинноват и широкие видно да и мне бы не хотелось чтобы когда что-то делаешь там не знаю в кафе допустим кушаешь чтобы рукава макались в салат например поэтому я люблю что если рукав длинный и широкий не по руке дам то он должен хорошо сидеть на кисти хотя я вообще не фанат длинных уколов ну и в общем то второй рукав то же самое и в общем то все готово кончики все закрыто осталось только спрятать кончики постирать и браться за описание это самый большой кусок работы на самом деле но все равно вот как бы то ни было готовая работа она всегда как это сказать то когда ты удовлетворен даже не то чтобы очень нравится или счастлив а в целом удовлетворен да то есть вот успокоилась вчера успокоилась когда его закончила посмотрела прикинула я успокоилась что все получается так как надо именно с джемпером то есть все все готово и тут же тут же вернулись все обратно мои мысли про те же брюки как их вязать да то есть какая-то ясность появилась о том как они должны выглядеть потому что были сомнения да из-за того что с низом вот этим очень долго возилась перевязывала несколько раз я также и о брюках постоянно думала думаю так но если это не получилось на брюках уже это не прокатит а как я буду делать а как я буду переделывать а что я буду там вставлять ну в общем как обычно ну и в общем то сейчас когда джемпер готов можно браться за брюки наконец-то я думаю что я и буду увязать потихонечку да то есть к осени я это дело хочу выпустить полностью да как костюм поэтому где-то июнь июль мне на вязание брюк почему даю себе так много времени потому что уверена что с ними я тоже успею повозиться не в плане того что вязать много вязать то немного но вот посадка да детали какие-то отделка я все думаю о том нужны ли карманы на брюках сбоку как бы по функциональности нужны но для любого человека с размером после 50 карманы на брюках они могут злую шутку сыграть в плане того как это будет выглядеть внешне то со стороны поэтому вот я думаю нужны и там карманы или не нужны или сделать два варианта то с карманом или без но тогда то есть ну в самом описании до сделать выбор но тогда как мне себе вязать в общем опять у меня всякие мысли и вот пока я созрею в одном моменте во втором я думаю что не меньше двух месяцев пройдет а потом уже в августе будем тестировать это все дело чтобы к сентябрю может быть даже концу августа ну посмотрим я конечно буду стараться побыстрее чтобы все это дело выпустить вот тут ничего сложного не до чтобы снимать какой-то видео мастер-класс здесь именно в плане того что описание текста будет намного удобнее все не знаю сколько пряжи ушло мне кажется что упаковка хотя возможно и больше потому что не помню я сколько перематывала всего и все джемпер уходит наконец-то в мою корзинку с готовыми работами так сегодня пятница я решила снова ничего не выпускать на было желание поснимать видео одно второе третье но я решила нет я лучше снова повяжу есть желание реально есть желание повязать посмотреть кое-что здесь в интернете я хочу один фильм посмотреть вчера кстати посмотрела фильм с одним очень замечательным актером этот фильм недавно советовали но я все как-то не находила что ли время а вчера вот соответствующее настроение было поэтому я посмотрела вчера фильм форст гамп я обожаю тома хэнкса и все классно очень актер во всех планах мне просто хороший человек вот и фильму конечно просто потрясающие прям вот он мне вчера зашел так зашел поэтому сегодня я хочу еще повязать повяжу подумаю насчет контента да я сегодня еще хочу попросить бабушку помощи нашу мне завтра нужен рабочий день в любом случае и вот я уже говорила не раз что я хочу прийти к такому графику работы когда я в один день готовлю все для ютуба на неделю вперед да или полноценные видео или какие-то заготовки которые потом дорабатывать нужно в течение недели как визоблог например да его же не снимешь наперед в понедельник сразу чтобы он воскресенье был готов вот хочу этот момент продумать и в принципе для этого мне нужны вот эти вот постоянные рубрики до понять чтобы я хотела сама лично постоянно выпускать и кстати еще про рандомное вязание часто у меня проскакивает смотри в комментариях что типа здорово было бы рандомное вязание мне рандомное вязание она неудобно для меня абсолютно то есть что такое рандомное вязание тебе программка в да в телефоне диктует что тебе вязать у меня так не работает у меня есть как это сказать есть время снимать и сажусь за вязание мастер-класса нету времени снимать мастер-класс нет возможности сажусь за вязание будет другого процесса который допустим нужно продвинуть к мастер-классу не то не то значит вижу что-то 3 то есть у меня не возникает вопрос что мне вязать и мне вот рандомное вязание абсолютно неудобно я бы с удовольствием провела челлендж 24 часа вязания но мне кажется что я буду собирать эти 24 часа слишком долго нет у меня такой возможности отправить детей по бабушкам на целые сутки хотя бы наверно с радостью это сделала но снимать на протяжении недели до засекать я не знаю вообще надо конечно подумать но пока пока такого желания не возникает так поэтому сегодня я буду вязать буду вязать и заниматься вот этим джемпером очень хочу сегодня связать перед полностью и хотя бы хотя бы прикинуть когда уже все будет готово именно передней части швы прикинуть по горловине до чтобы вот опять же вот этот тремор мой волнение прошло насчет того как это будет выглядеть я наверное знаете почему так волнуюсь почему потому что не люблю переделывать не потому что нужно переделывать а потому что время теряется вот я так на этой теме зациклена надо время время все чтобы с пользой проводить поэтому у меня каждый раз когда я где-то в чем-то не до конца уверена вот чуть раньше несколько лет назад я бы попробовала в любом случае на то есть попробовала и переделала и головой понимаю что когда ты берешь делаешь если не нравится переделываешь она по факту как бы получается что может быть даже и меньше времени уходит чем если думать 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 и потом в конце концов сделать и хорошо если получится то что нужно поэтому вот я хочу сегодня с джемпером пополно разобраться короче я определилась пока буду пробовать v-образную горловину посмотрим что из этого выйдет если будет плохо ну значит будет плохо буду переделывать хотя мне кажется что тут плохо быть нечему ну и соответственно мне сейчас нужно сделать будет такие небольшие расчеты раскидать эти убавки темп до понять как я буду убавлять петли мне бы не хотелось чтобы тогда коса разошлась как бы на две части да и такими полосками лицевой глади не знаю не не вижу здесь этого поэтому я наверное просто каких-то две может быть петельки возьму как-то и под них буду все 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 полностью равномерно убирать то есть узор будет не расходиться а как бы под низ уходить под воротник вот мне кажется что этот вариант будет намного лучше так ну что ладно все пошла значит завтра суббота посмотрим если у меня будет рабочий день завтра значит я еще еще поснимаю тогда уже на воскресенье выпущу визовок если нет значит ну значит завтра что-то будет ну и мысли мысли про видео может у кого-то какие-то есть идеи но в смысле о том о чем вам нравилось смотреть вот ну и все до завтра итак всем привет это будет заключительная часть визовлога что-то я немножечко растянула это дело но сейчас пытаюсь вспомнить с чего начиналось да на прошлой неделе и мне кажется что в целом это не неделя достаточно продуктивная получилось ну в сравнении по крайней мере с предыдущими там несколькими да потому что я действительно старалась взять каждую свободную минуту и что на того что не все дни были рабочие то я считаю что я классно продвинулась так давайте покажу вам два последних продвижения и на этом закончим да значит то что я вязала начнем с менее интересного так скажем значит я последние два дня субботу немножко получается и вчера вот сколько было свободного времени я продвигала джемпер вот этот значит джемпер крючком дам по которому я снимаю мастер-класс вот с таким классным узором не вижу так далеко к сожалению ну в общем чем больше провязана полотна тем лучше видно узор и тем больше он мне нравится здорово получается значит я вчера вязала до победы пока меня не пригласил ребенок в игру и я очень хотела закончить вот этот моточек малюсенький до чтобы у меня было в общем в ноль вывязана вот эта ниточка это получается второй моток в работе то есть у меня полотно вообще здорово подросло я вчера считала по моему здесь 34 рядом и по каким-то там записям я не помню честно говоря не взглядывала в расчеты но мне кажется что я как-то уже очень близко к высоте когда уже можно разделять полотно здесь же еще снизу будет резиночка такая достаточно широкая и в общем я сомневаюсь потому что визуально кажется что здесь еще вязать и вязать но нет резинки и нет вы туда и конечно же в первую очередь нужно опираться на расчеты поэтому я вчера остановилась уже думаю придет новый день до будет возможность покажу вам продвижение довяжу вот этот клубочек малюсенький вот даже не знаю стоит ли довязывать или как-то сейчас уже может быть даже нить обрезать и постирать потому что я хочу постирать готовую работу своей у меня получается реально целая машинка вязания да то есть можно все вместе туда запустить а значит постирать чтобы она высохла и посмотреть что получится потому что она достаточно пластичная но и плюс изделие получится нелегким да то есть я предполагаю что не меньше чем 500 грамм может быть даже и больше может быть даже все 600 у меня уйдет на этот джемпер 350 метров 6 ну может быть не все шесть да то есть я ориентируюсь на 2000 метров расход на вот этот джемпер может даже чуть больше вот и тогда уже будет понятно на каком я свете я сначала тогда закончу с резинкой следующим этапом да и потом уже вернусь к верху потому что вот здесь мне только показать как резинку вязать а сверху там уже основы расчеты убавки и закругление в общем много там уже объяснять вот значит я продвинула почти добро безумно довольна что движется этот процесс и пока его откладываю до выяснения скажем так обстоятельств вот красота такая классно получается смотрите как здорово смотрится мне кажется что узор прямо гениальный но в том плане что он не очень не то чтобы он очень такой замудренный до какой-то такой а наоборот вот простота такая классная вот значит все с этим все понятно где-то рядов получается 15 если не больше я провязала мне кажется мне было полтора раппорта стала два с половиной то есть это так было и вот это я провязала за выходные это кстати но неплохо так можно убрать наверное в проект на сумку временно да вот это отсюда сюда идти потому что вряд ли я буду сегодня стирать может быть это будет завтра погода сырая летом даже не пахнет если честно у нас сегодня всего плюс 10 передали на день я сижу сейчас в шерстальных носках на ногах и как-то не очень тепло так и второе мое продвижение которым я тоже безумно довольна покажу вам наверное позже фотографию на манекене вставлю как это смотрится потому что ну на себе еще не готова короче чтобы показывать так последний раз когда вам показывала вот этот джемпер я вязала спинку да и если не ошибаюсь мне там оставалось совсем немножечко до скоса в плеч чтобы дальше продолжить вязать ну вот что он хочу сказать я вывязала полностью спинку как я как я не хотела облениться в этом а я наверно показывала подождите что-то я запуталась в общем как бы я не ленилась не хотела полениться в этом джемпере в итоге я практически все что за изначально задумывала все сделала да то есть и скос и плеч и закругление по спинке и v-образную горловину и обработку правда без китлевки но все же почти а связала скос и плеч я закончила перед я немножечко удивлена расходом потому что честно говоря думала что меньше пряжи уйдет я думала что у меня три матка мне хватит на тело полностью вот так сейчас это все выглядит значит v-образная горловинка здесь тоже скос и плеч мне очень нравится что попала по высоте так ну случайно конечно же нам что переплетение было как будто бы приблизительно вот ну по идее здесь могло бы быть следующее дальше да но уже все высота достигла нужной высоты так макер здесь уже больше не нужен поэтому убираем вот значит и мне нравится что когда я делала убавки на горловине а вот еще это фернистерами конечно что ушел весь вот этот двойной рис под убавки и не осталось тут огрызков таких да и горловинка мне тоже очень нравится здесь вроде как смотрится все достаточно продуманным ну и сама горловина именно обвязка резинка один на один я тоже довольна и по высоте и по аккуратности и по убавкам вот здесь и даже меня не смущает то что здесь видно вот это второе закрытие потому что ну не делала я эту кетлевку мне даже показалось что на зибудь лишние да вот эта отделка она уже как будто такая хорошая граница между узором и обработкой и тут бы еще если бы была ложная кетлевка было бы масло масляная мне кажется вот выглядит очень классно здорово я повозилась закрытием чтобы закрыть с четкой стабильной нужной плотностью до чтобы не получилось что я перетянула и чтобы не получилось так что в процессе носки закрытия растянулась и пошло волнами в общем получилось идеально я даже в шоке осталось мне связать рукава в этом джемпере они будут простой лицевой гладью единственное что пока меня смущает что я без понятия какой они будут длинны почему потому что у меня на вот это тело ушло получается вместо трех задуманных мотков ушло три с половиной у меня осталось 153 грамма пряжи вот у меня один клубок вот у меня второй клубок получается что грубо говоря да там по 75 грамм на каждый рукав это по по 170 там не помню уже до то что по 170 метров на рукав не знаю хватит ли что-то мне подсказывает что нет потому что здесь достаточно глубокая пройма да то есть рукав вначале будет достаточно широкий и мне нужно будет выполнять убавки обязательно и вот я думаю да как мне это правильно сделать я скорее всего значит сделаю сейчас расчеты до подниму петли просчитаю ритм убавок как будто мы у меня полная длина рукава и буду вязать буду вязать настолько насколько мне хватит не два одновременно не люблю одновременно вязать буду брать от большого мотка и буду вязать пока у меня вот ну короче буду взвешивать попутной пока не останется ну и серии 30 грамм пряжи чтобы сказать еще резинку да и закрыть ее может быть даже в общем буду смотреть по ходу но в то же время мне не хочется чтобы получилось что рукава знаете какие-то не туда не сюда на то есть я хочу или вот такой три четверти да то есть закрывающий локти вот на самом широком месте или может быть в общем чтобы здорово смотрелось они чтобы не получилось так что они вот какой-то такой длины как будто бы я украла эту кофту у кого-то в общем будем смотреть по ситуации я рассчитывала этот джемпер успеть закончить в мае в принципе все у меня для этого было я могла вчера создать один рукав сегодня стоит второй рукав но вчера у меня было крючковое настроение я так скажу да и джемпер у меня просто висел на манекене стояла возле моего рабочего стола я периодически им любовалась потому что мне очень нравится что получается и мне безумно нравится работать с этой пряжи но она просто супер просто супер пряжа вязал бы и вязала бы я уже прямо с запаской посматриваю на те еще две упаковки которые у меня есть у меня есть еще темно-синяя да и на коколико симли у меня еще есть и сама себе радуюсь тихонько что не сотрудничаю сейчас ни с такими магазинами в таких крупных габаритах как это было раньше потому что что-то мне подсказывает что я бы потихонечку выбрала бы всю на руку лико если бы она там была в наличии разных цветов это был бы у меня знаете очередной бзик как было с ализе вот он гол да хотя но было оно есть и никуда не делась там как славный голод и так далее и тому подобное и еще такой интересный момент я не знаю может быть это связано с тем что у меня шерстаные носки на ногах но я не знаю я сейчас вот планируем вязание на июнь до прикидываю свои текущие процессы что мне пооставалось сколько там вязание буду сейчас наверное чуть позже снимать видео ну или сегодня или завтра в любом случае буду снимать о старте совместного проекта пора надеть 3 мне нужно будет заявить все процессы которые буду в этом совместники заканчивать вот и что-то мне вдруг показалось что тех летних изделий которые я уже начала да там у меня получается футболка сарафан и что еще у меня из летнего ну вот джемпер до его можно тоже отнести все-таки это микрофибра и все мне как будто бы хочется на этом закончить но максимум еще один топ я давно его хочу еще со времен лэзи топа когда-то мне пришла идея на меня не покидает до сих пор и не знаю и хочется как-то как будто бы переключиться сразу на осеннее зимнее вязание каких-то джемперов побольше навязать таких полухлопковых плюс я думаю что я к будущему году буду начинать больше вязать для своих детей в том числе плечевых изделий потому что если у старшего общем почему раньше не вязала старшему потому что у него столько было в гардеробе всего что мы не успевали носить он в принципе ты не посносил те вещи которые там ему дарили или покупал кто-то или я покупала очень много вещей просто вот даже одного раза не одеты и сейчас у него такие значимые скачки в росте и получается что гардероб резко стал мал осталось там ну вообще какой-то минимум необходимы и получается что к школьным не нужно будет естественно ему какие-то кардиганы джемперочки покупать сама себе думаю зачем покупать если можно ну вот связать пряжи много особенно вот тот же cotton gold который приятный к телу не колется у меня очень много мужских оттенков таких школьных я бы сказала да и светло серые средне серые темно серые и синие всякие ну в общем осталось только с ним согласовать и очень много пряжи такой знаете тоже полушерсть полухлопок в маленьких количествах на детской изделии серии вот для макса тоже на будущий год мы будем переводиться с августа в другой сад уже здесь поближе в нашем городе где мы живем сейчас в любом случае какие-то джемперочки такие нужны будут короче как то вот есть такое ощущение что этот год именно новый учебный который еще далеко слава богу будет у меня немножечко иначе проходить что я буду больше вязать детского и получается что уже мужского да потому что старший сын он уже по росту его сложно назвать ребенком он уже больше как как мужчина вот ну и себе конечно же себе однозначно короче вот так вот будет у меня все все что хотела рассказала а значит видео по совместнику приглашение я выпущу завтра это будет видео с руками в кадре я быстренько расскажу вам что нужно или может быть на примере своего видео да как то так мы сделаем и я там оставлю все хэштеги все ссылочки как нужно подписывать свое видео чтобы вас могли найти потом другие зрители да вот на этом у меня все значит в этот визоблог вышел в понедельник но я планирую теперь визоблоге выпускать по по субботам да то есть по субботам с утреца вот за недельку свои продвижения за рабочие вам показывать и потом в субботу выпускать вот это я так к тому что я говорила что собираюсь некоторое видео до сделать снова в определенные дни чтобы вы знали когда что можно смотреть вот на этом у меня все огромное вам спасибо за ваши просмотры подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны ставьте лайки колокольчик чтобы узнавать когда выходят новые видео надеюсь что лето будет достаточно продуктивным по крайней мере я бы это очень хотела в плане выпуска видео и в плане вязания да потому что обычно все на лето уходят как-то в вязании в такую спячку а мне хочется завязаться да мне хочется вработаться чтобы отвлечься от некоторых мыслей и пока вязание это моя единственная душина вот поэтому я что-то прямо хочу удариться конкретно все до новых встреч я думаю что это будет до завтра и всем пока пока